Эхом Великой Отечественной войны звучат выстрелы знаменитого пулемета «Максим». 72 года назад была поставлена точка в одной из самых трагических вех нашей истории. Завершилась блокада Ленинграда. Нестандарт на годовщину великого события предложила отметить команда по страйкболу 13-я сборная бригада. Учащиеся школы Щелковского района смогли вступить в схватку плечом к плечу с ветеранами боевых действий в Афганистане и познакомиться с оружием времен Второй мировой. Ребята, мы как бы уже люди, которые отошли немного от этого дела, отслужив свои положенные годы, ну и сверх того. Теперь надежда только на вас. А вы наше поколение. Вы должны быть защитниками. На самом деле защитниками. Организовали здесь прекрасное место для того, чтобы можно было проводить такую, скажем, допризывную подготовку нашей молодежи. На специальном полигоне с препятствиями проверить свою меткость смогли юные жители поселений Медвежьозерское и города Щелково. Пусть оружие и не совсем настоящее, но азарт битвы неподдельный. Однако первое, о чем стоит помнить начинающим бойцам, это защита. Опытные инструкторы предупреждают, без защитной маски никуда. Зато потом можно почувствовать себя настоящим снайпером. Сами ребята признаются, с этой схваткой никакие компьютерные стрелялки не сравнятся. Очень классно, мне очень все нравится, так захватывающе. Своим сверстникам пожелаю приехать сюда, им обязательно очень понравится. Нормально так, бои ведем. А скажи, это лучше, чем компьютерная игра? Да, конечно, намного лучше. Довелось ребятам сделать пару выстрелов из настоящего оружия. Подборку боеприпасов рабочей крестьянской Красной Армии периода Второй мировой войны продемонстрировал клуб военной исторической реконструкции «Донская пулеметная команда». Юные бойцы смогли увидеть многое, начиная от ручных гранат и заканчивая станковым пулеметом. Масса боевого заряда была небольшая, около 300 грамм. Поэтому в начале Великой Отечественной войны, для того, чтобы бороться эффективно с танками, обычно делали один запал, гранаты, и вязали до пяти еще таких же бойчастей. Только после этого получалась достаточная масса здравоохранительного вещества, чтобы порвать точницу танка, либо прорвить борт. Очень было круто, мы стреляли из автоматов. Нам очень понравилось, атмосфера очень хорошая. Нам понравилось держать, стрелять из него. Как рассказывают, очень интересно про это оружие. Ребята, ну в армию как у вас? Желания есть? Да. ВДВ. Отлично, я очень рад, что очень много внимания уделяется детям. Мы были в финальной части, но уже так ради приличия. А так, как рассказывают детям, что им внушается и доносится основные наши жизненные позиции, и как себя надо чувствовать в стране, и что ценить. Подрастающие поколения в восторге. Ну а сами ветераны замечают, что такой активный отдых – отличное дополнение к урокам истории нашей Родины. Спасибо. За ваш труд, за ваш труд. Я говорю, он будет, ну я считаю, что он неоценимый. То есть четко, конкретно и правильно делайте. Ну давай твою мужественную руку, ну, и так держать. Александра Гранич, Алексей Селезнев, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...